Прежде чем начнём, хочу поблагодарить всех офлайн-донатеров. А если ты тоже готов поддержать меня рублём, то спускайся в описание и следуй по ссылочке. Всё-таки удивительное место подъезд! Он одновременно ничей и в то же время свой для каждого. По подъезду, в принципе, можно оценить уровень жизни в районе, качество этой жизни и культуру соседей. Ведь когда заходишь в изгаженный убитый подъезд, невольно задумываешься, а при каких обстоятельствах вообще это могло произойти. Хотя на такие вопросы подобрать ответ бывает крайне легко. Там, где живёт быдло, там всегда грязно и всё поломано, потому что ему чуждо благополучие, чистота, порядок и красота. Ведь быдло, будучи умственной калекой и моральным уродом, чувствует себя некомфортно на фоне чистоты и порядка, поэтому постоянно пытается подогнать окружающую среду под себя самого, чтобы смотреться гармонично на фоне разрухи и грязи. Но иногда Матрица даёт сбой, и тогда грязное животное оказывается там, где ему оказываться не следовало, а именно в обществе, в цивилизации. И вот тогда на свет рождаются прекрасные видеоролики, которые позволяют нам с энтузиазмом антропологов наблюдать за повадками, манерами и, конечно же, бесовскими иступлениями быдла, с которыми я вам, кстати, сегодня и предлагаю познакомиться. Здарова, соколики, на связи Жирный, и сегодня мы с вами посмотрим, что может произойти с самым обычным подъездом, если в него запустить самых глупых из приматов. Погнали! По-моему, у нас рекламные паузы. Все, кто смотрит мой канал регулярно, прекрасно знают, кто такой продуктолог, а олды даже помнят наши с ним совместные коллабы. Этот человек, как мне кажется, пробовал уже буквально все. Он убежал веганов и параноедов, бил молотком устрицы, ел еду из мультиков, аниме и самую большую пиццу оверсайз. Пушечное мясо, которое он ест только из смокера. Помню, как где-то между Вологдой и Москвой он пробовал люлей от Галустяна и даже укусил сосиску Гарика Харламова. И знаете что? Продуктолог на этом не останавливается. И по-прежнему стабильно два раза в неделю выпускает свежие видосики о том, как он покоряет рестораны с различной национальной кухни разных стран. А иногда и сам путешествует. Без страховки, без претензий, без компромиссов. Переходи, подписывайся на продуктолога и, конечно же, передавай ему пламенный, жирный привитосик. Ссылочка, как всегда, в описании. Тупая быдлятина обожает крушить подъезды и вообще все, что их окружает. Потому что это, пожалуй, единственный способ самовыражения, самоутверждения и решения абсолютно любых проблем. Но, прежде чем начать устраивать дестрой, нужно сначала в этот подъезд как-то попасть. А это иногда бывает не так-то просто. Открывайся, сути! Вау, какая эффектная пасть! Выглядит, как скример из Outlast'а. Мне прям даже интересно стало, что же там такого в этом подъезде происходит, что он так стремится туда попасть. Наверное, в подъезде грустят одинокие котята. И наш быдло-герой хочет попасть в подъезд, чтобы, раскрыв свою блестящую пасть, побаловать маленьких котяток солнечными зайчиками. Ну или что, скорее всего, просто у пьяного быдла, как обычно, сорвало башню. Но во всяком случае, я-то теперь точно знаю, как я буду отвечать на спам-звонки ближайший месяц. В общем, в этот раз все прошло довольно хорошо, и одинокое и унылое чмо не смогло попасть в подъезд. Но так хорошо все заканчивается не всегда. Иногда зомбаки все-таки проникают в цивилизованный мир и тут же начинают демонстрировать свою сущность. Ух ты, Гарри Поттер! Секунду, Гарри, остановись! Это не тайная комната! Это лифт! Надеюсь, что додиков поймали, и Гарри, используя Эксперта патроном, восстановил все, что сломал в лифте. Хотя, могу сказать по опыту, такие додики используют, как правило, совершенно другие заклинания. Но быдлом может оказаться не только 40-летний пьяный мужик, но и вполне прилично выглядящий малолетний сперматоксикозник, который ввиду своей узколобости решает исключительным образом продемонстрировать своей самке свое абсолютное доминирование над почтовыми ящиками. Субтитры создавал DimaTorzok Искренне желаю этим додикам дожить до старости и в один прекрасный день сдохнуть от инфаркта на лестничной клетке, потому что пришлось подниматься на девятый этаж из-за того, что какие-то тупые малолетки сломали лифт в подъезде. Ведь лучше, чем карма, в этом мире справедливость не умеет вершить абсолютно никто. Да-да. А иногда молодое поколение демонстрирует настолько высокий уровень рукожопости, что, глядя на них, задаешься вопросом, как ты вообще с такими кривыми руками до сих пор пальцы себе не переломал, когда шнурки завязывал? Да, наблюдение показывает, что основная проблема молодого поколения заключается не в том, что они слушают странную музыку, носят подвороты и еще что-нибудь в этом духе, а в том, что они поголовно боятся ответственности. Ведь в этой ситуации можно было поступить как угодно, но наш герой, конечно же, выбрал самую удобную тактику. Просто бежать, пока тебя не поймали. Но не только пацаны бывают агрессивные и ломают все в подъезде. Девчонки бывают ничуть не лучше, просто потому что совершенно не важно, какого ты пола. Если тебя воспитали необразованной, некультурной, грязной свиньей, то ты ею будешь оставаться в любом положении, в любой одежде и в любой ситуации. Твое лицо, когда ты опоздала на вписку и толпа пьяных парней выебала кого-то другого, а не тебя. Субтитры создавал DimaTorzok В такие моменты мечтаешь, чтобы тварь была поймана, а каждый почтовый ящик был отомщен. А бывает вообще так, что к тебе приходят друзья, и ты спокоен, потому что уверен, что они просто поднимаются к тебе на лифте. А на самом деле, пока они идут до твоего этажа, они по пути столько могут дел наворотить, что потом тебе соседям будет стыдно смотреть глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Глядя на подобные выходки, неволе начинаешь задуматься, что возможно у некоторых хомо-сапиенсов слишком толстая лобная кость. Хотя я в каком-то смысле таким людям завидую, ведь им для счастья нужно совсем мало. Нажраться и что-то сломать, ну или в конце, конечно же, поваляться в собственной рыготе. А что еще нужно для полноценного счастья? Для быдла, конечно же, ничего. Ну а что лично ты думаешь по этому поводу, непременно напиши в комментариях. Твой коммент может помочь ролику подняться в ротации. И за это я тебе заранее говорю большое жирное спасибо. Ну и, конечно же, отдельное спасибо всем оффлайн-донатерам. Дай вам бог здоровья. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в понедельник. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok